Если взять, например, какого-нибудь вашего родственника, прапрабабушку или прапрадедушку, которые уже ныне не с нами, и не с нами уже лет 20, может быть, у кого-то 30, и вдруг взять, вот такие фильмы иногда показывают, и представить гипотетически, что человек такой, пусть даже будет не ваш родственник, а просто вот такой вот какой-то, кто жил тогда, взять его так, пробудить, знаете, как в фильме «Замороженный», и отправить по улицам нынешних городов погулять. Что испытает человек, как вам кажется? Буквально лет 20-то всего прошло, ну, может быть, 30, не больше, да даже если 10, и просто взять и его сейчас поместить. С тем уровнем знаний жизни, развития технологий, которые были тогда, переместить на то, что происходит сейчас. С интернетами, с телефонами, с метро, куда раньше надо было 5 копеек бросать, а сейчас это карточки. Что человек этот испытает? Какое чувство или какие чувства, как вам кажется? Вот прям сейчас соединитесь с этим человеком. Шок. Даже сейчас привезти человека из глубинки в Москву, это уже будет шок. Это правда. Спасибо тебе большое. Удивление, страх. Хорошо, Наталья, да. И как вы думаете, если взять сегодняшний стресс, потеряется, недоумение? Умнички девочки. Шок, страх. Хорошо. Важно это представить. Я работаю не только через знания, да, а через чувства. Мне очень важно, чтобы вы сейчас соединялись и это прочувствовали. Потому что если вы не почувствуете, ну, бесполезно сегодня будет вебинар. Мы можем дать детям только то, что сами прожили, что является нашим прожитым чувством. И сейчас вы можете тоже немножко так, боже мой, как это ему, да, чуть-чуть соединяться с этим чувством. Моей бабушке сейчас 78, и она никак не понимает, почему у меня нет квитанции на коммуналку. Все в онлайн. Оплачу для ее спокойствия и оплачиваю для ее спокойствия по квитанциям. Боже мой, Евгения, ничего себе. Вот это. Да, действительно, мы с вами об этом не упомянули. Все коммунальные платежи мы все оплачиваем через интернет. На телефоне, в магазине достаточно телефон поднести, чтобы денежки списались. И не надо сейчас, как раньше, ходить и под роспись в отделе кадров получать заработную плату, как получала моя мама. Это просто приходит на карточку. Супер. Ну, у кого как. У некоторых приходит на карточку. И представьте, если сейчас вас взять и переместить на 10-20 лет вперед. Что вы испытаете? Конечно, то же самое, те же самые чувства, что испытает ребенок, если он сейчас, представьте, вот в этом состоянии вырос, ну вот так вот раз, и стал взрослым, с теми знаниями, там, технологии, практики жизни, которые у него сейчас есть. И вдруг оказался лет через 15-20-25 в будущем. Те же самые чувства. Страх, шок, неуверенность, потерянность. Именно для этого мы сегодня с вами здесь. Если ребенка направлять, готовить, показывать, да, понимать, к чему все идет, то тогда он будет готов, и для него это не будет стрессом. Вот прям никак не будет стрессом.